Коронавирус в Европе продолжает распространяться быстрыми темпами. За сутки в Италии выявили более 6 тысяч новых заболевших, в Испании – 8 270, в Германии – 6 600 и во Франции – более 3 900. В Соединённом Королевстве – 2100 новых случаев, в Нидерландах, Австрии и Бельгии – примерно по тысяче новых заболевших COVID-19. По числу умерших лидирует Испания, там за сутки умерло 718 человек, в Италии – 712 жертв, во Франции – 365 и в Великобритании – 115. В России в общей сложности 840 заболевших и двое умерших. В целом в мире зарегистрированы рекордные 63 тысячи новых случаев инфицирования. Общее число заражённых в мире превышает 532 тысячи. Смертей зарегистрировано более 24 тысяч. При этом самый большой прирост заболевших в США. Там за сутки выявили более 17 тысяч новых инфицированных. Скончалось 266 человек. Согласно моделированию Вашингтонского университета, в общей сложности число жертв коронавируса в Соединённых Штатах за ближайшие 4 месяца может достичь 81 тысячи человек. Исследователи полагают, что эпидемия пойдёт на спад только в июне. Между тем, Тайвань – самопровозглашённое государство, которое находится на острове недалеко от Китая, может стать примером того, как следует реагировать на коронавирус. Несмотря на то, что страна находится прямо возле эпицентра эпидемии, там зафиксировано всего 252 случая COVID-19 и две смерти. Объясняют это тем, что власти Тайваня одними из первых закрыли свои границы для китайцев, когда Китай ещё утверждал, что вспышка под контролем и вирус слабо передаётся от человека к человеку. Также Тайвань применил меры, которые помогают эффективно сдерживать болезнь. Например, для людей, которые приезжают из-за границы, в стране предусмотрен строгий 14-дневный карантин. Тем, кто его нарушает, предписан штраф. При этом всем, кто остаётся на карантине, власти предоставляют посылки с необходимыми вещами, которые включают маски, товары первой необходимости и еду. Также им выделяют пакеты программ с бесплатными фильмами. «Мы беспокоимся, что людям будет слишком скучно на 14-дневном карантине, поэтому мы предлагаем им кое-какие развлечения». В Гонконге, специальном административном районе КНР, случаев также немного. Заболевших 454, умерших четверо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бритьё и уход за кожей. В сегодняшнем видео мы дадим вам пару простых советов, которые сделают ваше утреннее бритьё ещё более комфортным. Для начала хорошенько умойтесь тёплой водой и приложите к лицу тёплое влажное полотенце на пару минут. Это подготовит кожу к контакту с лезвием и смягчит щетину. Возьмите немного геля или пены для бритья и нанесите равномерно на подбородок, щёки и шею плавными круговыми движениями. Это обеспечит равномерный охват всех участков, которые вы собираетесь побрить. Лучше всего начать бритьё с виска. Движения ваши должны быть по направлению роста волос. Не стоит сильно давить на бритвенный станок. Бриться надо спокойно и без усилий. Вытягивайте некоторые труднодоступные участки кожи. После бритья тщательно прополощите лицо и шею прохладной водой. Возьмите чистое полотенце и аккуратно вытрите влагу. Обязательно используйте крем или бальзам после бритья. В отличие от многих лосьонов, в их состав не входит спирт, который сушит кожу. Нанесите немного крема на лицо и область шеи мягкими массирующими движениями. Всё, теперь вы неотразимы. Всем привет! Меня зовут Маргарита. И сегодня мы с вами говорим на такую страшную тему, как целлюлит. Это один из самых часто задаваемых вопросов. Начать нужно с того, что женщины и девушки часто путают понятия, называя целлюлитом рябь или неровности, которая находится в районах жировых отложений, с настоящим заболеванием, именуемым целлюлитом. Неровности кожи, которые присутствуют практически у большинства женщин, это абсолютно нормальное свойство женского организма. Дело в коллагеновых волокнах, которые удерживают жировую прослойку. У мужчин положены ровно и больше напоминают сетку, а вот у женщин они разбросаны неравномерно и больше напоминают спутанные нитки. При интенсивном похудении рябь может стать более выраженной, как раз потому, что жировые клетки уходят неравномерно, а коллаген сохраняет свои объемы. Целлюлит – это конкретное заболевание, связанное с нарушением обмена веществ в жировой ткани. Жировые клетки начинают расти, и перетянутые соединительной тканью образуют те самые бугорки. Основными причинами являются гормональный дисбаланс и повышение эстрогенов в крови, заболевание щитовидной железы, малоподвижный образ жизни, излишнее употребление жирной и сладкой пищи, курение, алкоголь, наследственность и хронический стресс. Что же предпринять, чтобы избавиться от апельсиновой корки? Итак, первое – забудьте о вредных привычках. Забудьте про сигареты и алкоголь. Их употребление замедляет обмен веществ и крайне пагубно влияет на кожу. Второе – начните питаться правильно. Просчитайте свою суточную норму калорий, учитывая вашу активность. Разберитесь в соотношении белков, жиров, углеводов и старайтесь питаться сбалансированно. Отдавайте предпочтение свежим овощам и фруктам, легкому нежирному мясу, морепродуктам и не забывайте про полезные и богатые кальцием молочные продукты. Третье – больше спорта, больше активности. Начните ходить в тренажерный зал или занятия по аэробике или йоге. Бегайте, занимайтесь танцами, теннисом, плаванием. Делайте утром зарядку. Вы берите себе любое занятие по душе, наслаждайтесь процессом, и вы увидите результат не заставить себя ждать. Вы также можете заниматься и дома. Главное помните – больше активности. Четвертое – не относитесь скептически к такому методу избавления от проявлений целлюлита, как скрабы, обертывания или массаж. Такое воздействие на кожу улучшает кровообращение в проблемной области, подтягивает и тонизирует кожу. Сегодня мы приготовим с вами простой скраб, который поможет вам в борьбе с целлюлитом. Его вы сможете приготовить сами и использовать дома после душевых процедур. 5 ложек молотого кофе, плюс 5 ложек размолотой морской соли и 1 ложка оливкового масла. Смешиваем все ингредиенты. Сначала кожу, подверженную проявлением целлюлита, нужно распарить, приняв в ванну или использовав горячее полотенце. Потом нанести на проблемные места кофейную смесь и провести банной варежкой или мочалкой активный массаж данной зоны, после чего смыть состав. Наш скраб готов. Приятных вам банных процедур. Не забывайте, что все методы работают только в комплексе. Соблюдайте эти 4 правила, запаситесь терпением и наслаждайтесь результатом. С вами была Маргарита. До встречи. Пока. Этот попугай Жако по кличке Лука на чистом еврите предупреждает мир – коронавирус, не выходи. Говорящая птица живёт у семейной пары в городе на севере Израиля. С 20 марта всем жителям страны запрещено выходить из дома, кроме как за продуктами и в аптеку. Зихава и её муж тоже в самоизоляции. Они решили научить попугая словам, которые сейчас звучат по всей стране. «Обычно нужно от трёх до пяти дней, чтобы научить новым словам. И утром два дня назад мы услышали, как он говорит, «Зихава, коронавирус, опасно!» В Израиле выявлено уже 1930 случаев COVID-19. Умерли три человека, 53 выздоровели. Зихава хочет, чтобы её попугай предупредил мир об опасности. А другая цель – поддержать детей, которым трудно сидеть в заперти. «Это главным образом для детей. Когда они видят попугая, то воспринимают слова об изоляции позитивно». Жако считается самыми способными попугаями. Они могут запомнить более полутора тысяч слов. Зихава постоянно учит Луку новым фразам. Всем привет! Меня зовут Алина. Мы решили показать вам несколько необычных способов, как украсить праздничный торт. Мы приготовили вот такой вот торт. Мы начинаем с сахарных украшений. Для них нам понадобится сахар, примерно полстакана. Пищевой краситель, в нашем случае это свекольный сок. Мы добавляем несколько капель сока. Будьте тут осторожны, потому что сахар может растаять. И столовая ложка белка яичного. И всё перемешиваем. Мы выкладываем нашу массу на пергамент и равномерно её раскатываем. Толщина нашего слоя должна выйти не больше 4-5 мм. Иначе он или плохо пропечётся, то есть внизу у вас будет крошиться сахар, или он расплавится. К остаткам цветного песка мы добавляем белый. Перемешиваем. Если он получился слишком сухой, добавляем ещё белка. Тем самым мы добиваемся эффекта градиент. Теперь мы формируем из получившейся массы наше будущее украшение. Для этого мы используем формочку, которую мы сделали. Отправляем это всё в духовку, не больше, чем на 90 градусов, примерно на 10-15 минут. После этого им понадобится примерно 4 часа на то, чтобы остыть и затвердеть. Вот что получилось у нас. Чтобы сделать флажки на торт, мы берём разноцветный скотч и отрезаем 6 равных кусочков. Огибаем их пополам вокруг нитки. Ножницами придаём нужную форму. Края нитки закрепляем у тупого конца шпажки. Надуваем маленькие шарики и крепим их к шпажкам с помощью ниток или скотча. Украшаем наш торт. Из сахарных фигурок выкладываем большую единицу, соблюдая цветовые переходы. Добавляем шпажки с флажками и шариками. Вот такой прекрасный торт у нас получился. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...